продолжаем наш рассказ о сегодняшних интеровских буднях этот уютный офис известен многим первоуральцам здесь царит особая дружественная атмосфера здесь готовы ответить на любой вопрос клиента а еще можно приобрести разные полезные компьютерные гаджеты и даже разные прикольные сувениры нас встречает данила девлетчин директор первоуральского центра обслуживания он прошел в интере тернистый путь от рядового сотрудника до руководителя центра в далеком 2004 году я пришел в компанию ну тогда вот как раз таки наверное зарождалась все информационные вот эти технологии то есть появился так сказать интернет какой-никакой вот и тогда меня заинтересовала вся вот эта информация не имели какого-то специального образования нет я на тот момент учился в колледже и так получилось что как раз таки в 2004 году ну меня так скажем устроили что ли поработать вот летом и так и начался мой путь все эти интерры охватывают сегодня практически весь город и ее клиентами являются более 20 тысяч горожан хотя штат первоуральского центра невелик всего 20 человек конечно есть и проблемы куда же без них то один из актуальных вопросов присутствие интерры в частном секторе той же шель танки например и работаем постоянно над этим прокладываем сети до участков частных вот но где-то конечно мы еще не присутствуем то есть на работа ведется интерра понятно не единственный в первоуральске провайдер но самый крупный удается ли выдерживать жесткую конкуренцию не побоюсь сказать что мы занимаем лидирующую позицию в первоуральске и будем надеяться что и стараться то продолжать в том же духе и это правильно а теперь давайте заглянем туда где расположена вместилище интерровского духа святая святых так сказать это сердце до первоуральского отделения то есть здесь можно сказать что почти что все началось вот и продолжает это действительно сердце нервы и артерии первоуральской интерры сервера перед нами система специальных устройств и программ которые обрабатывают запросы клиентов и затем запрашиваемую информацию направляют непосредственному потребителю ну как то так холодно здесь надо сказать мощные кондиционеры круглосуточно поддерживает оптимальную для работающего оборудования температуру а тепла вся эта аппаратура выделяет немерено на робкий вопрос а сколько вся эта музыка стоит получил лаконичный ответ много согласитесь все это пиршество техники мало походит на тот первый сервер с которого начинала история интернат конечно всякая техника требует контроля ухода и ремонта случае необходимости и с жалобами клиентов на капризы интернета работает полцент среднем сюда поступает до 500 звонков в сутки но бывают случаи когда эта цифра перекрывается слегка вот такой пример крупный пожарный крыша одного из жилых первоурайских зданий лишил интернета весь юго-запад города тогда колл-центр приняло обработал более 5000 звонков в сутки и тут в дело вступают монтажники-ремонтники для устранения последствий этого пожара бригаде из четырех человек пришлось работать двое суток подряд сменяя друг друга как говорится в жизни всегда есть место подвигу за глупость и халатность одних расплачиваются совершенно другую так и живем впрочем вернемся к нормальным интернерским трудовым будням знаете что это за таинство сейчас свершается перед вами а это производится сварка оптоволокна по которому информация поступает на ваш персональный компьютер причем с высокой скоростью от 100 мегабит и выше само волокно такие тоненькие стеклянные проводки которые не подвержены никаким помехам отсюда и качество это вам не телефонная провода есть три вещи на которые можно смотреть бесконечно как течет вода как горит огонь и как другие люди работают сварочный аппарат мобильный компактный но не из дешевых его стоимость сопоставима с тем первоначальным капиталом с которым интерра стартовала в жизнь мы привыкли что сварочные работы это обязательно яркие всполохи на которые нельзя смотреть а сварщик это крутой парень в презентухе со сварочной маской на лице извергающий в пространство снопы искр как видите сварка оптоволокна процесс куда более камер не столь зрелищный можно сказать почти интимный но знание навыков от монтажника кабельщика требуется немалых что и демонстрируют интеровские профессионалы наше отношение кто или иной услуги зависит в первую очередь от тех людей которые эту самую услугу нам предоставляют аксиома работа с людьми не дает права на собственное плохое настроение об этом отлично знает никита селиванов монтажник кабельщик его задача обеспечить клиентам качественный интернет в интере селиванов недавно с февраля 2023 работа нравится хотя ситуации бывают самые разные но уважительное отношение клиенту это фирменный стиль интерн работа монтажника действительно не скучная сами убедились обычный рядовой вызов улица ватудина телевидение не работает у клиента здесь недавно был пожар подъезд напоминает угольную шахту неисправность устранена следующий вызов магнитка клиент купил квартиру намерен установить интернет и кабельное телевидение мастера боится телевизор ожил на радость всему семейству подписание акта выполненных работ обязательная юридическая процедура каково мнение клиента это важно я интернет раньше пользовалась я переехала в эту квартиру и решила не рвать с ними связь они мне еще интернет будут подключать компания в принципе мне нравится мне нравилось тогда я вот сейчас решила с ними мне во первых цена нравится они недорого берут это в первую очередь а во вторых они оперативно и круглосуточно работают они оперативно это самое когда звонил вот я интернет был на трубников мы жили я им ночью звонила когда интернет они меня подключали без проблем не скроем приятно слышать столь высокую оценку но интера сегодня это не только интернет и телевидение замыкаться в узких рамках значит отстать от жизни из юношеского увлечения отцов основателей интер и музыкой родился магазин виниловых пластинок собравший классика рока джаза и популярной советской музыки виталий листраткин во многом определил медийную составляющую интервью помимо самого популярного в городе сайта первоуральск.ру далеко за пределами первоуральска известна радиостанция интера fm а недавно вот еще открылась кофейня фото кафе и собственное издательство такие дела первоуральский интеровский центр как и вся компания в целом уверенно смотрит будущее первоуральская интера сегодня пока самое крупное подразделение компании но есть еще два екатеринбургских центра которые растут стремительно прямо на глазах действительно интересно получается небольшая поначалу команда из провинциального города умудрилась создать интернет проект уверенно шагающий по просторам среднего урала и после первоуральска интера направилась качканар но об этом чуть позже